Привет всем! Вы на музыкальном канале World of MP, и сегодня я вам расскажу, на каких девайсах я слушаю музыку вне дома. И заодно объясню, почему мне не нравится слушать музыку с телефона. И сразу же, пока не началась основная часть ролика, отпишите, пожалуйста, в комментариях, на чем вы слушаете музыку вне дома. Также у нашего канала имеется моднейший музыкальный магазин с дисками и пластинками. По ссылке в описании вы сможете найти музыкальный став по адекватным ценам. Обязательно подписывайтесь на страничку нашего магазина и следите за новостями. В 2005 году появился у меня первый MP3 плеер. Как вы сами помните, что на то время не было нормальных и доступных телефонов, на которых можно было бы полноценно слушать музыку. На то время было всего лишь три доступных варианта. Первый вариант это FM приемник, то есть радиечка за доллар, за два можно было купить на базаре. Признаюсь честно, что в детстве я какое-то время ходил с данным китайским приемником. Второй вариант это кассетный аудиоплеер. Как вы сами понимаете, на 2005 год это уже вариант немножко устарел. Уже практически никто ими не пользовался. Но вообще, конечно, вещь была очень классная. То есть у меня он появился в 1995 году, и я пользовался примерно до 2000. Кассетный плеер на то время это было наше все. Даже в наше время у меня имеется японский кассетный плеер. Но, к сожалению, он находится в житомире. Три года назад на канале выходило видео, где он был, поэтому не поленитесь, поищите. И третий вариант, это был самый мажорный, это CD или MP3 плеер. К большому сожалению, лично у меня никогда его не было. Хотя, конечно, в то время очень хотелось. И вот в какое-то время на наш украинский рынок врываются такие девайсы, как MP3 плеер. Которые, кстати, чем-то напоминали маленький радиоприемник. И вот однажды я решил, что было бы неплохо заиметь себе такой вот плеер. То есть на то время это было из разряда ноу-хау. То есть среди моих знакомых ни у кого не было данных девайсов. Честно сказать, я даже не могу вспомнить, откуда я узнал вообще о данных MP3 плеерах. Свой первый MP3 плеер я купил в житомире в торговом центре. Кто житомир знает, где это было. Это был китайский MP3 плеер с фирмой NoName на 512 мегабайт. Стоимость данного MP3 плеера составляла 300 гривен. То есть на то время это было 60 долларов. И как вы думаете, где я взял деньги на данную покупку? Конечно же продал свой телефон Siemens C60. Вот таким образом мобильную связь я поменял на музыку. Я очень хорошо помню, когда я с новой покупкой пришел в школу и показал одноклассникам, что такое MP3 плеер. Некоторые говорили, да какой это MP3 плеер? Это радио, это ж не может такое быть. Все, конечно же, ахнули, когда я начал включать свои любимые песни Queen, ACDC, Black Sabbath. И потом я озвучил очень интересную информацию. Для того, чтобы купить эту вещь, мне пришлось продать мобильный телефон. И вы знаете, что мне все сказали? Ты феерический долбоеб. Ну, вы сами понимаете, что тогда было такое время, что если у тебя нет телефона среди одноклассников, значит ты нищий. Но это было не так. У меня был MP3 плеер. А это означало, что я духовно был богаче всех. Еще хочу добавить, что плеер был на одной батарейке. Но позже я ее заменил на аккумулятор. Ну, вы сами понимаете, чтобы не тратиться. То есть проще купить зарядное устройство и один аккумулятор, чем потом по 10 раз покупать батарейки. Кстати, благодаря данному плееру я начал делать длительные прогулки. То есть, вместо того, чтобы ехать на маршрутке к своим родственникам в другой конец города, я просто брал плеер и шел пешком. При этом это было полезно для здоровья, а также экономил 1 гривну. Тогда, кстати, стоил столько проезд. И вот такими полезными прогулками я в 3 или 4 раза окупил плеер. Данный девайс у меня проработал примерно год или полтора. И потом раз в одно время он выключился и больше не включался. Я носил в разные сервисы, ремонты, но мне все сказали, что Rust and Peace. И тогда у меня начались мрачные времена. Пришлось слушать музыку с телефона. У меня тогда была Motorola E1. Кстати, на то время был неплохой телефон, который был заточен для того, чтобы слушать музыку. Но после плеера для меня это было дико неудобно. Постоянно садилась батарея, звонки, которые отвлекали, смс. И все это меня приводило в бешенство. Все же через некоторое время мне посчастливилось приобрести новый плеер. Это был Transcend на 1 гигабайт. Кстати, данный плеер мы расстреливали 3 года назад с Пашей Мегой. Данный плеер был очень хорош. То есть, если его сравнить с прошлым, то это было прям небо и земля в плане звука. Но данный плеер мне очень хорошо потрепал нервы. А именно с прошивкой. И мне часто приходилось носить плеер в сервис для того, чтобы ставили новую прошивку. Но со временем мне это надоело и мне пришлось научиться это делать самим. Но, как оказалось, там не было ничего сложного. Данный плеер примерно проработал 2 или 3 года. Честно сказать, я даже не помню, что с ним случилось, что мы с ним попрощались. Далее я купил какой-то китайский дебильный маленький плеер, у которого был встроенный динамик. Но тот плеер был вообще просто такое дикое днище. Я не знаю, зачем они присобачили данный динамик. От него толку ноль. А проблем с ним, конечно же, хватало. Бывало такое, едешь маршрутки, слушаешь музыку, там все классно. И на тебя начинают все смотреть. И ты такой думаешь, блин, что такое, что вы там доебались ко мне, крестьяне. А потом звонит у тебя телефон, ты снимаешь наушнички и слышишь, что с этого динамика орет музыка на всю маршрутку. И ты такой понимаешь, да, понятно, что на меня смотрели. Потом одного кулибина я попросил, чтобы он этот динамик удалил и стало немножко легче жить. Но все же плеер потом рипнул. И уже потом в 2011 на свое день рождения, 29 мая, я купил себе этот девайс Transcend, у которого было 8 гигабайт памяти. И вставлялась, конечно же, карточка. Самое интересное то, что даже по это время он работает отлично. Даже несмотря на то, что он там 5-10 раз дико люто падал. Забавно то, что в комплект данного плеера входил еще силиконовый чехол. Блин, плеер и так неубиваемый. Зачем еще чехол? Первых пару лет я ходил с чехлом, а потом подумал, блин, он же и так неубиваемый. Зачем этот колхоз, эти чехлы им выкинул? Данный плеер сейчас я использую для занятий в качалке, а также на какие-то странные поездки, концерты и прочее, где мне не жалко будет его побить или потерять. К данному плееру я приобрел наушники Sennheiser CX3. Кстати, неплохо звучат. За данные наушники я примерно отдал что-то в районе 40 евро. То есть данный плеер мне хорошо прослужил с 2011 по 2019 год. Но в какое-то время я понял, что он морально и технологически устарел для меня. Поэтому я решил, что нужно сделать левел ап и купить плеер намного получше. И в итоге я приобрел себе Sony NW45. И снова же, как и 8 лет назад, плеер я приобрел на свой день рождения. Но на этот раз в городе Вена и за 200 евро. Первое это то, что здесь есть ЦАП, то есть его можно использовать для компьютера. Второе Bluetooth, то есть можно слушать без проводов. Третье это сенсорный экран вместо кнопок. И четвертое это самое главное, это конечно же звук. И кстати, здесь еще можно слушать файлы Hi-Res. Сразу же к данному плееру я купил себе micro-cd карточку на 128 гигабайт. А также недешевые наушники. Это Sennheiser Momentum. За них я отдал примерно 90 евро. MediaMarket. На данном плеере я исключительно слушаю рипы со своих дисков в формате Valve. Данным плеером я доволен практически на все 100. Единственное, что меня не особо устраивает, это уровень громкости. То есть иногда, когда попадаются тихие альбомы, не особо получается вырулить на плеере громкость. То есть ты уже наклацал максимальную громкость, но альбом все равно звучит тихо. И еще есть один интересный момент, что если на альбоме очень плохой мастеринг, то все, на данном плеере его просто невозможно слушать. Он будет тихим и тусклым. Вот таким вот странным образом данный плеер может выступать в роли лакмуса для того, чтобы определить качественный или некачественный мастеринг на альбоме. Ну вот, я поделился с вами своей историей жизни о том, как я использую mp3 плееры. На самом деле, последних 15 лет именно mp3 плеер стал самой незаменимой вещью в дороге. Иногда бывает так, что нужно куда-то идти, и ты просто забываешь данного малыша с собой. И все, у меня сразу настроение пропадает и начинается депрессия. То есть за эти последних 15 лет я настолько сроднился с данной вещью, что уже никуда без нее. Самое забавное то, что на моем районе, где я вырос в Житомире, многие меня помнят именно по mp3 плееру. И даже вот как-то пару лет назад я встретил старых знакомых, и они такие спросили, а ты еще плеер носишь? Я такой, ну да, вынимаясь с кармана показываю. Они говорят, ебать ты маньяк. Если понравилось видео, ставим, конечно же, большие пальцы. Также не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Это очень обязательно. Также у нас есть платформы, где вы сможете найти эксклюзивные ролики канала. Ссылочки снизу по описанию. Ну и, конечно же, соцсети. Паблик ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграм, Инстаграм. Ждем вас. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok